Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу о странном японце, который в свои 40 с лишним лет несколько раз побывал в Афганистане, обучал маджахедов боевым искусством и, по его словам, лично принимал участие в боевых действиях. Что заставило его отправиться в Афганистан и смог ли он пережить данное путешествие? Давайте разбираться. Зовут этого японца Каширо Танако и мнения о нем отличаются. Кто-то считает его продуктом западной пропаганды, кто-то просто скучающим мужичком, которому на старости лет захотелось приключений, кто-то настоящим афганским самураем, который отправился в далекую страну, чтобы проявить свой дух воина. Но кто бы что ни говорил, Танаке действительно удалось попасть в Афганистан, хотя официально правительство Японии осуждало его действия. На вопрос, почему он хочет сражаться с Советским Союзом, Танако отвечал, советы не хотят мира, они хотят земли. Еще одна претензия Танаке была направлена правительству и конституции Японии за то, что после Второй мировой войны Япония была ограничена в военном плане и вся ее армия представляла из себя небольшие силы самообороны. Танаке не нравилось, что японское правительство не давало японцам возможности создать вооруженные силы, чтобы изгнать Советский Союз с Курильских островов. В общем, Танако считал, что пассивная во внешней политике Япония может стать легкой целью для Советского Союза и решил нанести упреждающий удар. Хотя Танако не был мусульманином, ему импонировало отношение маджахедов к смерти. Они рассматривали ее как мученичество. Танако также видел в себе потенциального мученика во имя Японии. Давайте послушаем небольшой отрывок из его интервью. «Я считал борьбу маджахедов справедливой. Я также хотел проверить свою решимость. Как бы я реагировал в смертельно опасных ситуациях? Готов ли я умереть?» Первый раз Танако отправился в Афганистан в 1985 году. Всего на его счету более шести поездок. Параллельно Танако писал книгу о своих приключениях среди маджахедов, а все гонорары с ее продажи, а также средства, собранные через небольшую компанию, он передавал маджахедов. Ему активно переводили деньги японские правые организации. Сам Танако тоже был членом подобной организации, но быстро разочаровался. Считая, что они просто делают много шума из ничего. По словам Танако, маджахеды нуждались в помощи, любой помощи. Им необходимо было оружие, хлеб, еда, все что угодно. Большинство оружия маджахедов было примитивным и устарело, и его банально не хватало. Танако же преподавал маджахедам боевые искусства, дружил с полевыми командирами и лично принимал участие в боевых действиях. Танако даже взял свою жену в Афганистан, перед этим посетив Пакистан. Его ответы так и не смогли объяснить ей мотивы. Она, конечно, пыталась его остановить, но безрезультатно. В итоге, по словам самого Танако, он ездил в Афганистан с 1984 по 1990 год. По возвращению он изменил свою технику фунирю, добавив в нее больше элементов реального боя. От изначального стиля фунирю осталось очень мало, он стал еще более жестким. Поначалу у него было немного учеников, но после того, как СМИ снова растиражировали его похождения в Афганистане, количество учеников возросло. Сейчас Танако продолжает жить и преподает боевые искусства. А каково ваше отношение к нему? Как вы считаете, является ли он полоумным фанатиком или настоящим воином? Напишите свое мнение в комментариях.